7 градусов. Вот это дубак. Температура 9 градусов. Охренеть. Сегодня была самая холодная ночь. Я чуть не охренел. Ночью было, наверное, 7 градусов. 7 градусов Цельсия. Жесть. Калиман это летняя палатка. Здесь у него входа открытые, там сетка. Сетка. Сейчас костер разведу. Те ночи до урагана мы спали с открытыми вообще боковинами. Одну боковину оставляли открытой. Фактически до утра было жарко. То есть они в куртках, все в одеяло. То жаркие ночи, то вообще просто жесть. Тебе жарко было? Да, в курточке. Ну, а я вообще в тоненькой курточке. Сейчас я костер разожгу. Нафиг согреюсь. Потому что ночи-то вообще... Вот это дубак. О, вообще уши. Тишина, красота. Детички поют. Там комета. Комета? Это самолет, Миша. Вон он летит. И луна еще есть. Она уже там. Как солнышко спалось? Ярко. Так мы завезли. Сделал бодипылесос. Здесь дырки, бутылки. Здесь сборка мусора. Что, за счет? Классно. Классно. Классно ты придумал. Классно придумал. Ну, давай, давай, собираем. Вон, смотри, сколько песка. Убираемся. В бардаке. После бури в машине пока прятались. Все сюда вещи закидали. Мокрые в песке. В машине полная жопа. Ничего мне не полная жопа. У тебя-то нормально. Убираемся, в общем. На завтрак у нас курица с лапшой. Клеп уже кончился. Вместо хлеба крекеры. Лапшичка класс. Домашний чё. Ну, бергамол. Бергамол там, да. Классно. Да, хоть. Не, арбуз еще есть. Опа. Арбуз подмерз. Класс. Смотри, чё с водой. Вот как холодильник морозит. Офигеть. Лед убил. Ну, это сегодня, потому что 7 градусов было, и вода почти до нуля замерзла. Ой, до минуса замерзла. И арбуз тоже такой же. Тун-дун-дун-дун-дун. Полу-ледяной. Холоднючая зубы сводит. Ай. Он очень холодный, Кирюш. Слышишь? Угу. Кушай очень аккуратно. Очень прям ледяной. Крюш. Надо, наверное, убавить холодильник. А он так сегодня на половине мощности. А он убавляет на треть. Оранжевая футболочка вот эта красивая у тебя очень вообще. С бабочками. Бабочка. Девушка. Некогда класс. Ну, хоть девушка красивая. Я-то уж ладно, не на красу. Так в пустыне живём. Ты красивее? Только в воду залезли. Я как сливаюсь с пустыней такая же, блеклая. Да нет, ну ну. Клюква, протёртая сахаром, получается, и вода, получается, морс офигенный. Который можно охладить в холодильнике и пить потом как сок. Нет. И серьезным видом. Вот левый свиног. Всё. Спасибо. Где штанишки поменяем? Садись на стол. Папа, смотри, что у меня есть. Карманчик. А у тебя? У меня тоже, да, карманчик. Ну, так? Нет, банах. Подача воды, чтобы не мочить надо. Туда груз надо ещё. Чтобы не наполнялась всё равно. Провожу проводку через резинку. Надо провод пропустить. Вот такие вот лампы. 12 вольт, 60 ватт примерно. Ну, они 7 ваттные. Для встроенных светильников. Вот такие. Ампевалент 60 ватт. Две лампочки. Вставил их в панель сюда. Сюда. Потом они вот сюда вот. На потолок пойдут сюда. И будет здесь подсветка в зону около багажника. Потом вечером покажу, как это работает. Будет довольно мощно, думаю, светить оно. Дмитрий. Используюatie в fal schreiben. Используем в аналит pré harness. Вinkle perk орехнике. Ну, ес там колесичку. Затем колесичку. Тут, могут быть пр claro. Но просто обраганчиком. Протянут справ. Через резинку на место поставим, так же и верхний, сюда заправляем провод, выломанная, застежка хомута, заправляем вот этого, через год мы сюда вернемся еще, сейчас дам, спасибо, чиркнуть и нажать, и держать, давай, пальцем чирк, и вставляем здесь, вот смотри, оп, иди, давай держи, сразу вот здесь, держи вот так, нажатый держи, держи, хорошо, держи вот так провода, вот здесь вот, вот здесь одним пальцем, а здесь вот, держи, держи, не бойся, видишь, как они садятся, видишь, присаживаются, вот мы соединили два провода, маринка загорает, далеком, осталось только крючок сюда нацепить, а я завершаю фонарики, Кирилл ищет крючок магнитом по секторам, так замерзли, да, побежали греться, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Магнит Согласен, помытым будет лучше, чем не помытым, сегодня у нас обед, макароны с мясом, Миша, держи шашлык, сейчас я тебе дам этот майонез, ешь, ешь давай, быстро ешь макароны, и маринованные огурчики. Могу помидорчики достать. Миша, езду на вилках. Ох ты, мясо какое вкусное. Ох, масло налила. Кому масло добавить макароны? Как и включил. Да, он забежал, забежал, забежал в голую воду с петяном болтающимся. И оттуда большой карп прицепился к нему. Да, может постановка. Но тем не менее прикольная. Нифига себе прикольная. А, Бузик. Есть еще самое сильное такое? Оно съедает влагов целиком, даже если они в броне. Из броню съедает тоже? Да. А нет, броня выпадывает. Ха-ха-ха. Понятно. Зубайте, Курик. Есть еще такое сильное из храма? Что такое хлам? Хлам. Хлам это что, мусор? Нет. Храм. А, храм, из храма. Да. Понял. Ты говоришь, из хлама. Хлам и храм. Это разные вещи. Храм это храм. А хлам это хлам. А гора Крым. Вот таких зомби одувает то вастение, которое сидят. Да. Вот таких. На, чуть-чуть. Вот таких зомби одувает. Понятно. На, чуть-чуть мою. Я прямо в чай налью. И таких. Кофе верни. Вино с кофе. Еще таких. Супер взрослый. И что таких? Миша, ты уже 600 штук показал. Я запомнил 500 только. Все, хватит. Память переполнена, да. Мегабайты закончились. На затрас у тебя такая хорошая память. На обед. Ха-ха-ха. Ты зеленый Микки Маус. Ха-ха-ха. Это ты Микки Маус. У меня видишь на спине Микки Маус. Видишь? Ты видишь? Дурацкий Микки Маус. Че дурацкий ты? Ха-ха-ха. Ты дурацкий Микки Маус. И вино. Сейчас. Ха-ха-ха. Зачем снимать? А есть, все. Стоп! Скажи вам листов? Ха-ха. Надо же, полкружески вина как-нибудь. Нарржаться. Вот... Пошел вниз до птички. Ветер сорвал я, валялась на дороге. Вот так вот, все, детками прикрепим. Готово. Вот, помог птицам местным, они молодцы, едят здесь мужик комаров. Сейчас будем разводить костер, погода сегодня третий день неудачная, ветрено, прохладно, 20-22 градуса всего. Один раз выкупались, кое-как и все, и побежали быстрее сушиться. Набрал с аксаула, гнездо повесил, а, не с аксаула, а вот этих кустов только сухих, не знаю, как они здесь называются до сих пор. Сейчас будем разводить мангалик и костерчик. Палатку укрепил дополнительно растяжками и на колях, и на камнях, и на колышках железных со всех сторон практически, ну, за исключением той стороны, потому что там защищено все лесом. Здесь живут птицы, очень много птиц, и они съедают в округе всех насекомых, включая пауков, там всяких мошек, птихорасов и так далее, и комаров. Тут бегают два или три петьки все время, птички, и они буквально все-все-все съедают. То есть вот здесь вот по траве, если идти, я ни одного насекомого еще не видел за вот эти все дни, ни одного насекомого не встретил. То есть птицы молодцы, они все съедают. Не, ну, понятное дело, что еще встречу, и не раз, ну, тем не менее, вон они летают. И стрекозы появились, комаров пока нет. Так что вот так вот будем готовиться сейчас разжигать костер, потом покажу, какой я свет сделал в багажнике. Что делаешь, Кика? Ну, я только что развел костер. Не развел, сложил? Ну, сложил. Вместе с Мишкой, да? Да. Мишка, помогал? Сейчас ходили, искали ему палки, которые хорошо дымятся для его дымовых гранатов. Мишка, тебе сколько лет? Ну, давай, Мишка. Не хочет. Все, ладно. Про палатку что хочу сказать. Сегодня ночью я очень сильно замерз. Кирка говорит, что не замерз, но тем не менее. Что такое Калиман? Это палатка, шатер. Шатер, 4 на 4 метра. Внутренняя палатка у Калимана, это вся герметичная, полностью в сетке палатка. С герметичным полом абсолютно. То есть пол у нее из такого, короче говоря, как обычно у палаток пол. Ну, и вся она состоит из этой части непродуваемой и этой сетки двойной продуваемой. Сетка двойная, классно, через нее ничего не проходит. И закрывается она, собственно, вот такими шторками. Шторки расстегиваются и все. И вот так все 8 у нее сторон закрывается. Вернее, так закрывается 6 сторон. Закрывается и здесь внизу на крючетик. Она полностью герметична. Никто туда не попадает, ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Но за счет того, что у нее вся палатка внутренняя, это сетка, у нее через входа попадает ветер. А вход у нее один с этой стороны и с другой стороны вход. И, соответственно, если ветер дует вот отсюда или оттуда, то он весь попадает через этот вход, как бы обтекает внутреннюю палатку. Ну и, соответственно, выхолаживает ее сильно. Для жары это вообще идеальный вариант. Сверху тоже там есть вот эти черные части, это сетка идет. Тоже сетка, то есть крыша тоже сетка. В жару продуваемость отличная, но сквозняка нету. То есть за счет того, что двойная сетка, продуваемость хорошая, но не сквозит. Но когда ветер с той стороны или с этой стороны, как сегодня было, то получается из-за вот этой продуваемости, обтекаемости, открытых вот этих внешних ходов мы замерзли. Поэтому что мы сделали сегодня? Мы сегодня закрыли переднюю часть палатки шторой внутренней из комплекта. Идет еще штора-перегородка, вот такая вот. Она ставится внутрь палатки пополам, разделяя ее, ну, как спальное помещение и как жилое помещение. Шотер большой, поэтому есть возможность разделить шторой. Так вот, мы передний вход вместе с боковиной закрыли этой шторой. Таким образом у нас вход теперь закрыт и полной продуваемости палатки сегодня не будет. Поэтому я думаю, что будет гораздо теплее. То есть замок вот так у нас вот этот расстегивается. И открывается главный ход, собственно. Трудно чуть поджигать. Ну, потому что они... Папа, смотри, сколько дыма! Папа, снимай это! Снимай, снимай. Они не мокрые, они просто твердые очень, деревья. Если 25 раз брызнуть в костер добавлялкой, так большой огонь будет. Быстро прогорит. О, сколько здесь птичек. Пойдем посмотрим, что Кирка делает. Смотри, какой закат красный. Ветер будет? Ну, сюда ветер будет. И вон сейчас уже видно ветер этот. Видишь, как облака изогнуты. Кирка спиннингом учится ловить. О! Миша сзади. Миша, отойди от него, он сейчас закидать будет. Иди сюда ко мне. Чтоб крючки не попали. Там крючки опасные вообще. Смотри, брызгай, брызгай. Смотри. Соба! О, молодец! Ну, подтягивай, не сильно запутался. Миша, отходи. Один! Это Снайдука на подвеске. Садимся. С мишками стоим сюда. А почему у меня столько слым было, ты не надо? Она все равно запуталась, все, к оси камеры, оп, освещено, хорошо, лампочки на 12 вольт, еще раз повторю, светодиодные, Ладно, завтра-то мы дальше продолжим изучать 7 ваттные, я снимаю видео, иди залазь в палатку, Мама, смотри, мама залазит уже, теплый свет, вот туда как они херачат от 12 вольт, свет в зоне машины, С помощью, все, освещено, так что вот так вот, покупайте, делайте, будет удобная у вас штука, А вот это вот, а вот это вот, не берите, вот это вот, говносвет вот этот вот, который ни хрена не освещает на новых батарейках, По сравнению с этим, то есть вот, света от него практически вообще не видно, батарейки новые, 350 рублей, дерьмо, Две лампочки, и все, на 12 вольт, больше ничего не надо, их даже можно в палатку повесить, Ну, и, а здесь вот 14 ватт в сумме две лампы, то есть можно на 220 не покупать, чтобы преобразователь не использовать, Потому что я использую вот такой преобразователь, полтора киловатта, на 12 вольт, вот, вот он, вот он стоит, Чтобы его не покупать, таких лампочек набрать на 12 вольт, и попарив палатку развесить, будет тоже самое освещение хорошее, То есть это фактически как 60 ватт и 60 ватт, то есть две лампы таких в сумме 120 ватт, эквивалент, То есть фактически это две 60 ваттных лампочки, как у вас на кухне, Марина подкачивает кровати, Мишка уже лежит, Ну, а сейчас когда стемнело, еще больше, то есть стемнело, стемнело вот так вот, Свет уже вообще отличный, то есть видно все, сейчас я отойду, чтобы вы примерно поняли, Лампочки в багажнике, в крышке багажнике, на 12 вольт, 7 ваттные светодиодные, В палатках 13 ваттные светодиодные, на 220 вольт, ну все, на этом день закончился, Сейчас немножко посижу у костра, яркие огни какие-то, ого, Прямо над Балхашем, либо это рыбаки, но в мою сторону очень яркий свет сначала был А, понятно, это Алексей, наверное, да? Алексей с сыном? Нет А мы там палатками стоим, вы светили на нас А, сегодня? Ну? Рыбаки? Нет, мы отдыхаем с семьей Ну вот мы тоже отдыхаем с жидкостью А, вы искали где причалить, да? Ну, вон тут весь берег Камыша, а тут вот твердая земля начинает Привет! Алексей, да, я снимаю попутно? Ага, Андреев А, понятно, один у вас туда пошел, да? Мои огни зеленые, красные, точно НЛО Это Балхаш озеро? Нет, именно это! Нам же надо как-то ночевку назвать Ну, мы видели на спутниковом снимке, мы и шли по навигатору То есть, здесь несколько залистиков Да, да, да И они вот так вот, и как будто лапа торчится в море Ну, не знаю, как это назвать, я снимаю одновременно, я просто на ютубе канал, где подписчиков снимаю Вот Так что это, вы в разных местах все время, да? Ну, конечно, можно все время, друзья Смотри, наша цель дойти до конца соленой части Упереться в восточный берег Балхаша Ну, просто посмотреть в пустыню сходить Такое стиль Ну, трех-то нету баллов Ну, два... А как баллы оценивать? По высоте волны? Два балла, там 0,75-1,25 Это три балла Там и приборы у вас навигационные, да, стоятся? Конечно, там Холоды, да Ну, все А он весит, ёбка, сколько Это хер знает Ну, 500 пустой, плюс еще все барахло там Плюс это... Ну, с вами-то, да Ну, с нами-то, да Ну, как автомобиль, грубо говоря Ну, то есть его не сдвинешь, ничего Сами делали, самодельная Это самоделка моя, да Он скорость не любит Так? Держи комфорт А спите прямо в нем, да, так? Да, да, да Российский флаг, откуда вы? Ну, из России Ну, какой город? А, город Миасса, знаешь, так? Целябинская область Приезжаем, везем его в разобранную Визию Вам повезло, на самом деле, что вы на день позже приехали урагана Сейчас я покажу, что здесь было Я специально отложил, отложил выезд, потому что я посмотрел погоду по интернету Я тоже посмотрел Вроде там Восемнадцать метров в секунду было А я посмотрел, восемь максимум писали Вот и поехали Нет, у меня... Давай так, давай так А, у тебя разные источники? Это разные источники Есть профессиональные сайты прогноза погоды Это РП5, в первую очередь Смотрел, я тоже РП5 смотрел, да? Я смотрел десять дней назад, когда мы выехали, видишь? Да Мы сразу, значит, парус спускаем, да? Сразу это, потом смотрим, где по карте какие убежища, все такое И, действительно, ветер меняется на сто восемьдесят градусов, как врезал Да, да, да И мы, и мы, и мы поперли, поперли Ну, движок, он хоть пять лошадей, но он выгребает То есть, если вы близко от берега, вы можете успеть Там и в тридцати километрах от берега попадали в неприятности Ну, и как вы справлялись? Ну, двигатели и вперед Ну, как сказать, три часа страха, и мы на суше Ну, вот в чем не мешает постоять, оказывается Это же, это же приключение Три часа страха, и мы на суше Жувало, да Не, вы молодцы, молодцы Молодцы, что вообще построили такую штуку Ох, какая звезда упала, а А тут метеоры падают частенько Да, да, да И печка у вас там дует Конечно, ну мы же готовим на борту все делаем А это кто такой? Да это Марина А это ваши, да? Все нормально Мы не знали характер берега, понимаешь? И на южный даже рыбаки по одному не ходят Но там, где пустыня Да, а там не подойдешь к берегу вообще А почему по одному не ходят рыбаки? А если что-то случится в камыши запрессуют Штормовые не выберешься никогда Я сам сувался Там болот чистая местность, да? Там вообще капец Стая местность Да, да, да Как в Амазонке Короче, капец Я вот это знаю И поэтому я обрадовался вот такому берегу Что Здесь вообще вот там вот пляж песочный Вы можете туда к нам причалить Переплыть И вы будете ходить по песочку Переезжайте к нам туда Вот пошли сходим пешком Пойдем Пойдем, пойдем, пойдем Здесь ходить Сейчас приду я, ребят Здесь и ходить плохо Ну и вообще Переночуете спокойно Так вы говорите, что Сомска ты? Мы Сомска, да Ааа Да, да Прямо на меня иди Здесь ко мне нету Сейчас нам катамаран причалит в гости Нет, вам только его зайкорить надо хорошо Потому что здесь бывает Я уже на ветры насмотрелся Все Все сломали У меня нету Тогда болгарку заведем завтра Но И шлифовальным кругом проточим Один берет топор, я беру ракетницу, да У меня ракетница есть на случай Вот, идем такие, подходим Здрасьте, здрасьте А вы что здесь делаете? А они такие, мы сети поставили Рыбаки Рыбаки, да Мы сети поставили Ну и издалека идем Вот отсюда вышли Ага, понял Это до вот этого разлива реки Это же эти потоки какие-то, да, разливают? Нет Тут болото, нет? Ну почему? Ну видно, как будто река, видишь, русло как будто Вот А, что там капец как? Ну, земля твердая есть Ну как в дебре Амазонки, да? Да, да, да Дальше камыш вообще Ну вот здесь мы были Вот на этом южном берегу были Завтра цель у нас вот это Остров Вот этот остров Тут-то проехать-то трудно вообще по дорогам Ну, может здесь нету дорог, да? Ну А потом еще, считай Еще нам надо Туда вот идти Ну и так это Ну Ну Китая уже Ну да Здесь, наверное, на мысе где-то остановитесь Да или в залее вот в этом, наверное Вот мы Ну, дальше Здесь интересно будет Вот наша цель же А потом здесь интересно А там дальше Алаколь уже Вот Вот Ну вот еще где-то по 300 километров нам Неделю Ну почему неделю? Мы 70-80 в день ходим Мы до 100 можем ходить А потом обратно пойдете? Ну да А нет, Стронгалыка А, понял Вышли мы Прогноз он у меня только уже на скриншотах Ну вот Солнце Солнце Да, но это в Каракум А Каракум отсюда сколько? Каракум 100-150 Понятно Ну где-то в серединке соленой части А ветер? Ветер какой? Ветер вот 6-7-5-4-9-8-7 Ветерок Ветерок И порывы вот идут Большие порывы Ну, такого уж прям сильно нету Видишь, дует по ночам в основном То есть вот 0-0 и 0-6, да? 6-7 А потом под утро успокаивается Ну вот если день брать 5-4 7-4 5-8 Хорошо Ладно, не буду вам мешать Пошел спать уже Ну что, утром увидимся, да? Окей, да Пока Мы постараемся не шуметь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok